Другим темам переходим. Полковника, оказывается, сдали. Дмитрия Захарченко спецслужбы начали разрабатывать благодаря сигналу его коллеги. Как стало известно лайфу, это произошло еще 8 месяцев назад. Тогда коллега и сообщил, что в декабре 2015 Захарченко получил взятку от бизнесмена в 7 миллионов рублей. Информация подтвердилась в ходе прослушки разговоров топ-менеджера Нота Банка Галины Марчуковой. На счетах семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко в швейцарских банках обнаружили еще 300 миллионов евро. Это примерно 22 миллиарда рублей. Оперативники ФСБ обнаружили документы со счетами офшорных фирм. Они зарегистрированы на Виктора Захарченко, это отец полицейского. Пока таких счетов 6, в основном в Ротшильдбанке и местном отделении Дрезденбанка. На каждом от 45 до 47 миллионов евро. Оперативники сейчас выясняют происхождение этих денег, но уже ясно, что речь идет не только о средствах Нота Банка, как это предполагалось ранее. Ну, как правило, все люди с деньгами, они уже давно известны банкирам, потому что они их мониторят регулярно, они у них на радаре постоянно. И вы заполните буквально несколько страниц, после чего поставите подпись под документами, после чего в течение недели вам уже пришлют реквизиты с открытым счетом, и вы можете уже смело пополнять свой счет. Вот. Опять же, у нас, по идее, подписан сейчас договор, он, правда, еще не вступил в силу, потому что еще нету достаточно технических средств его осуществить, по обмену информацией с точки зрения налоговых службок государств. Поэтому, по идее, в автоматическом режиме должны данные по этому счету в Россию передаваться. Но это начнется не ранее 2018 года, возможно, даже позже. Ранее были проведены обыски в кабинете и автомобиле Захарченко, а также в квартирах Захарченко и его родственников. У нас есть эксклюзивное видео, самый большой сюрприз ожидал в апартаментах сестры. Там оперативники нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро, а еще рубли. Всего на сумму 9 миллиардов рублей. 10 сентября суд арестовал Захарченко на два месяца. Сам он всячески отрицает какую-либо причастность к этой ценной находке. Как сообщил уже официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, сейчас все деньги переданы на хранение в Центробанк.